Что пишет Фархад Мамедов в своем телеграм-канале? В сентябре прошлого года было снято главное препятствие к заключению мира, однако требуется время для адаптации к новым реалиям как в Армении, так и заключения. Внешние акторы активно вмешались в переговорный процесс между Баку и Ереваном, преследуя свои амбиции за счет интересов Армении. И вот тут я останавливаюсь и спрашиваю, а что за такие амбиции? Зачем было внешним акторам активно вмешиваться? Ведь вроде бы как внешним акторам должно быть выгодно, что лишняя проблема, лишняя головная боль снимается. И в общем-то, когда вокруг все, мягко говоря, нестабильно, а честно говоря, пылает, то вот на Южном Кавказе есть шанс, есть возможность для того, чтобы тут хотя бы все успокоилось и их не беспокоили по мелочам. Ну смотря какие внешние акторы, какие у них интересы. Я писал это в общем, но в уме держал несколько государств. А так, да, после сентября была большая волна. И это гранатское заявление, и в определенной степени активности Российской Федерации тоже были. не в такой, как бы, не так явно, как европейцы с американцами пытались. Они всегда почему-то начинают вот с 2020 года на шаг отставать от реалий, и потом стараться это как-то открутить назад. Вот мне это упорство заслуживающее лучшее применение, особенно американской стороны, и в большей степени европейской стороны. Ну, французской, так скажем. Вот, это меня всегда удивляло за эти три года. Война закончилась, они о статусе говорили, о минской группе говорили, о наговоре на Карабахском конфликте говорили. Потом статус перешел уже, тема прав и безопасности армян Карабаха говорит. После сентября они начали говорить о том, что нет, вы что, это должно, должны вернуться без предусловия, как это было в гранатском заявлении. Без предусловия. Что это значит? Армяне Карабаха должны вернуться в Карабах без предусловий. То есть, никакого фильтра не должно быть, чтобы принять гражданство и так далее. То есть, глупости, откровенные глупости. Или же о гранатском заявлении упоминать в Турцию, но не хотеть, чтобы за столом сидел президент Турции. Тоже наглость. И американские вот эти активности. К чему они привели, мы увидели. За счет интересов Армении, это, конечно же, Иран, который добился участия небольшого, но важного для себя достижения, участия в Азербайджане на турецком транспортном проекте. То есть, и от Ирана уже что-то будет зависеть. Плюс, он зафиксировал плохо-хорошо, но свое участие в формате 3 плюс 2. И у Ирана сегодня такое привилегированное положение, даже в отличие от Российской Федерации, делать Армении какие-то предложения, от которых трудно отказаться. Да, Армения отказывается от самых яростных, самых таких навязчивых, так скажем, предложений Ирана о посылке иранской миссии наблюдателей на армяно-азербайджанскую границу, подписания военного союза и так далее, правительство Пашиняна пока на это способны. Но отказывать в прилете в Тегеран на формат 3 плюс 2 и так далее, это вот с каждым разом становится все сложнее и сложнее. Но это уже тема армяно-иранская, пусть сами разбираются в этом деле. Они, в принципе, подпустили Иран очень близко к себе и так далее. Вот, в принципе, элемент был. Я думаю, что какой-то адаптация, правда, она проходит, болезненно проходит, очень болезненно. Вот французский элемент, там, тема на таван, осложнение отношений и так далее. Американцы пока, я думаю, после вот этого волны давления, и когда они увидели, что это не дает результата, они сейчас, я бы не сказал бы, что они отыгрывают назад, но они тоже замерли, да, в ожидании результатов двустороннего формата взаимодействия Азербайджана и Армении, чтобы и высказывать поддержку этого, ну, как минимум на словах. Вот, к чему это приведет, посмотрим. Ну, они не собираются отказываться, не то чтобы от посредничества, но от активной внешней политики в нашем регионе. Потому что почувствовали, что вот есть благоприятная почва, да, в Армении, чтобы это все реализовывалось. Конечно же, Азербайджан не будет отказываться от взаимодействия с Соединенными Штатами Америки. Азербайджан не сторонник ухудшения отношений с США. Ну, вот именно вот по корзине, по теме, Карабах уже все закрыто, я думаю. Эта тема, если даже будет будироваться, она не имеет перспективы. А вот по теме нормализации отношений с Арменией, то да. То есть у Азербайджана подход, я это провалил несколько раз, там, с 2021 года, наверное, о том, что да, мы понимаем, что вы хотите помочь только Армении. Но делать это не за счет нас. А если хотите им помочь, то подведите, стимулируйте мирный процесс, мирный договор с Азербайджаном и нормализацию струкций. Это поможет Армении больше всего. Но, опять же, не за счет нас. И мы, в принципе... Ну, они делали именно за счет нас, за счет Карабаха, за счет вмешательства в эту тему, Армян-Карабаха. И Азербайджан пресек это на земле, пойдя на даже какие-то искривые взаимоотношения с Российской Федерацией, о чем говорил президент Азербайджана во время интервью, что пять раз Азербайджан на разных уровнях говорила Россия, что давайте совместно осуществлять контроль на Азербайджанской дороге. Россия-то не соглашалась. Лавров говорил о том, что КПП не предусмотрен на трехстороннем заявлении, ясно дав понять Баку, что Россия выступает против. Ну, вот результаты, то, что мы имеем сегодня, показывают, что Азербайджан может идти на эти искры. И, к сожалению, Запад сделал все от себя зависящего, чтобы ситуация сложилась бы так, как она сложилась. Сразу же несколько вопросов в связи с тем, что было. Ну, во-первых, сразу же такой, в качестве реплики, тема на таван вроде бы исчерпана, то есть памятник никто не собирается выбирать. Или я неправильно... Ну, ей нос сломали, Гела. Понятно, краской облили, и краску можно почистить. Но нос-то сломали. Это нужно... То есть там что-то... Нет, я, например, прочел... Я не читала, я прочел информацию про это... Про то, что никто не будет убирать память. Ну, понятно. Испортили память. Да, там нос сломали. Поэтому нужно или скульптора вести, или же там на месте самим ремонтировать. Или сказать там Азербайджан. Сделай вторую копию, принеси, поставь. То есть вот это все требует взаимодействия с французской стороной. А сейчас у нас с Азербайджаном французские отношения на таком уровне, что там явно не до носа на таван. Да уж. А это как его зовут? А кто сломал, что сломал? Памятник на таван, извиняюсь. Я понимаю, а кто сломал? Когда сломали... А вот это тоже интересно. Интересно, там они открыли это уголовное дело по вандализму в отношении памятника. Не открыли. Камеры что-то фиксировали, не фиксировали. Тоже непонятно. Я не обладаю этой информацией. Хорошо было бы, если бы наш МИД, например, через посольство узнал бы, что вообще дело открыли по этой теме или нет. Или это нормально, что там во Франции в парках могут отрубать носы, например, установленным монументом. Если это нормально, то окей. Мы будем знать, что во Франции это нормально. Я в следующий раз, когда, если буду в пределах этой страны, пойду и отрублю там памятник кому-то нос. Может, это... То есть нормально во Франции почему бы не сделать это? Я предупреждаю, только Недоколе у него очень большой нос. А, ну, в общем, как-то так. Ну, если не нос, то и что-нибудь другое. Сейчас зрители подумали о чем-то. В контексте ориентации премьер-министра и министра иностранных дел Франции это нормально, что они так подумали. Не, ну, это нормально. Слушайте, вот меньше всего меня это беспокоит, честно говоря. Меня тоже, абсолютно. Какая там у кого... Притом, они все писали супруги-супруги, а оказывается, они недавно пособились. Кто? И разбежались. Кто пособился? Сегодня вся передача это сплошная отметка. Премьер-министр Франции новый, новый премьер-министр Франции. Тот, которому целую передачу пособили. Я знаю, что... Давид Эйдерман. Да, да, вот у него его супруг... Да, супруг. Он тоже политик? А Геллот пропустили самую вкусную вещь. Так он пришел, занял эту позицию через своего супруга, через своего супруга. Супруг глава штаба администрации партии Макрона. Я этого сегодня знал. Вот если бы это была, например, женщина, сказали бы, что она через постель получила должность. А он стал министром, потому что его супруг был у Макрона, значит, главой администрации. Я против такого... Сейчас, да? Сейчас, секунду. А сейчас вот он премьер-министр, а вот этот чувак, молодой человек, который был в партии, он стал министром иностранных дел. А он министр иностранных дел? Сейчас, да. Вот вместо этой женщины. Но они сейчас не вместе. Они сейчас не вместе. А вот да, вчера я прочитал, что оказывается они разбежались несколько месяцев назад. Не сошлось. Вот это будет влиять на отношения их как бы вот в работе или нет? Это вот один из важных вопросов. Я всегда был категорическим противником вмешательства в личную жизнь. Да, абсолютно. Абсолютно. Да, да, да. У нас гораздо серьезнее вопрос и сложнее. Будем надеяться, что это не будет влиять на их... Профессиональную деятельность. Абсолютную. На мою деятельность. Да, да, абсолютно. Просто я же говорю, я как-то выпал будучи в Батуме. Батуме все-таки провинция, я выпал из этого информационного потока. Всякие откровения то про акты вандализма, то про личную жизнь премьер-министра и министра на странах взял Франции. Бывает ничего страшного и следующий момент, на который я хотел бы про возвращение без предусловий. В принципе, а в чем проблема? Ну, вернуться без предусловий, а дальше как жить? В общем, это снимается, это нереальная вещь, поэтому Азербайджан это отверг и идет адаптация именно к этому периоду. Кстати, в этом контексте важно будет решение, опять будет промежуточное решение, через 10 дней международного уголовного суда по иску Армении, который был подан. Большинство пунктов, касающихся суверенитета Азербайджана, не было это уже решено, двухмесячные, но в конце января будет опять слушание, потому что они сказали, что Азербайджану, что вы должны, кто желает, должен выехать, кто желает, может вернуться, а Азербайджан должен сохранить документацию по их правам собственности и так далее. Я как-то вот так это... А я думаю, что вот сейчас должно быть разъяснение в правовом поле, что значит возвращаться, кто хочет. Кто хочет, понятно, вы можете хотеть очень многого, вы можете хотеть полететь в США, к примеру, но для этого нужна виза, потому что вы граждане другой страны и так далее. То есть вот в этой, я думаю, должна быть разбор такой правовой произойти, в какой форме и так далее. И Азербайджан представить информацию о том, что они могут или не могут возвратиться, если могут, то при каких условиях, например, сайт создан и так далее. То есть все это будет там озвучено. Я думаю, и этот иск, он потеряет свою как бы привлекательность, да, потенциал в использовании его против Азербайджана именно в контексте Армян-Карабаха. Насколько этот суд будет в правовом поле? В правовом и насколько политика будет влиять на этот суд? Не, ну политика влияет всегда на этот суд. Хорошо, тогда так, кто там как бы главный? Заводила? Ну, по традиции это Соединенные Штаты Америки, конечно. То есть на этот суд влияют Соединенные Штаты? А на что не влияют Соединенные Штаты в этом мире? Соединенные Штаты влияют и на Россию, и на Пекин. Максимум на вас со мной, да, но и даже на нас с вами они влияют. Влияют, правильно. Разных причин, разных этих. Да, 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 тоже есть. Но я же говорю, одно дело на нас с вами влияет, другое дело на суд. Я, нет, ну, конечно, этот суд там имеет эти люди, опять же, эти люди, которые там сидят, они не инопланетяне, да, то есть они все граждане каких-то государств. Да, у них есть соответствующая там своя пенсионная система, свои зарплаты, это как будто они там ни от кого не зависят и так далее, но опять же есть влияние, да, то есть на этих людей, чисто в правовом смысле они тоже понимают, что они не могут слишком политически ангажированные решения принимать уж слишком такие явные. Вот, поэтому я думаю, что в правовом поле у Азербайджана всегда все было нормально, и здесь мы тоже сможем получить то, что мы хотим. то есть наши условия для возвращения Агданка Рабаха, они будут в определенной степени повторены в решении сюда. Я так думаю. Понятно. И про Иран, и Иран, Иран в данном случае чего хотеть, чего желать. Там стоят российские пограничники. Там стоят войска ФСБ России. Давно. Всегда. 200 лет. 200 лет до стоят. Ну, не ФСБ, но в различных вариантах они там стоят. Но есть два варианта желания. Чтобы они там не стояли, там стояли иранские. Или чтобы они там стояли и тогда что? Нет, ну, вы имеете ввиду иранскую позицию по Зангизурскому коридору? Да, иранскую позицию по Зангизурскому коридору. полностью по Зангизурскому коридору и вообще по этому конфликту, потому что ну, в принципе, это Ирану то что? Ирану то что? Иран понимает, что у них там есть общее понимание приходит тихо-тихо, что 30-летняя политика Ирана по Южному Коказу пришла к краху. Ставка на Армению, чтобы Армения через Карабах ограничивала развитие Азербайджана и так далее. Азербайджан реализовал все, что хотел вместе с конфликтом за эти 25 лет. Они и в Азербайджане особенно ничего не добились. Правда, есть эти институты давления, есть механизмы доведения информации, это все есть. целая группа проиранских голов, которые вещают, трансляторов на Азербайджан и так далее. То есть это все есть. Во время сирийской кампании они смогли отсюда сотни азербайджанцев участвовали в войне в Сирии на стороне проиранцев. Это вербовка А. То есть это не вербовка, там в ИГИЛ тоже ехали, но больше ехали в ИГИЛ и даже больше ехали в Джапан Нусска, насколько я знаю. И в ИГИЛ тоже ехали. Ну и отсюда ехали, и по шиитской линии тоже ехали. Конечно, здесь были можно сказать десятки там несколько сотен в Сирию воевать. Один из них вернулся, потом стрелял в голову в Инжин. Какие эти самые организации ехали? Была там в Хезбалла, был Фатимийон, но Фатимийон Афганцы и Хезбалла. Я не знаю, я не знаю, какие, но они там воевали, есть фотографии. Один из них вернулся и стрелял в мэра, значит, главу исполнительной власти города Генжа. Да, я помню. Да, это все есть. Десятки и сотни людей были арестованы в Азербайджане, которые ехали туда воевать и с этой стороны с той стороны. А другие остались в Иране. Остались в Иране, потому что понимаешь, что если вернуться и их арестуют. Плюс их шприонские сети, спящие ячейки, их постоянно обнаруживают, потому что нам всегда некоторые оппозиционеры говорят, а почему вот сейчас арестовали эти спящие ячейки? Потому что они спят, да? Они спят, не подают признаков жизни. Когда и становится меньше и меньше, их начинают возбуждать, пробуждать, так скажем, как они пробуждаются, и их там по башке и бьют. То есть вот это, вот результат политики Ирана. По Грузии, по Азербайджану и по Армении. В Армении что? Они видят, что Россия уходит. В общественном мнении, в принципе, Иран повышает свои ставки, но институционально Армения разворачивается на Запад. И у Ирана тоже вот такая позиция, что хорошо, мы боремся, защищаем Армению и так далее. Для чего? Чтобы Россия слабела бы и этот вакуум заполнял бы Запад? Значит, ФСБ и вообще Россия стоит там последние 30 лет, так скажем. Иранская позиция поэтому всегда была не совсем логичной, необоснованной идеей о том, что экстерриториальность и так далее. Заметьте, что иранские политики всегда говорили о том, что Зангизурского коридора не должно быть вообще. И они играли на этих фобиях. в Армении, я думаю, что они даже спонсировали эти фобии в этом отношении. И вот пришли к тому, что получили свою долю в Азербайджан в турецком транспортном проекте. Россия этой доли не получила. И, в принципе, президент Азербайджана вчера отметил, что свое участие там Россия не получила, извиняюсь. И президент Азербайджана в интервью местным телеканалом отметил, что этот Зангизурский коридор, то есть железная коридория, должна пролегать вдоль Викиарас. Условия должны быть упрощенные для граждан Азербайджана, для грузов Азербайджана, которые из Зангилана в Ордубад. В принципе, армянская сторона Герла может потребовать для себя каких же условий для перевозок Иреван Мегри. Потому что тоже идет из Армении в Армению. Правильно же? То есть есть тема для переговоров. Иначе ничего не открывается. Вот в принципе позиция Азербайджана, которая логична и последовательна. Я вам скажу конструктивно. То есть как минимум я вообще вчера делаю, если позволите, еще пару минут перебежим с темы на тему. А, с темы на тему мы не перебежим. Нет, все, давайте. А потом я ту тему помню. У меня все ходы записаны. Да, очень хорошо. Телеграм-канала мнение это. Мы все ходы записаны. Поэтому то есть речь идет о, мы вчера с Дубновым об этом говорили, речь идет о подобии коридора Калининград оставшаяся Россия. Не то, что подобие. Азербайджан говорит, что давайте точно так же сделаем. И если это приемлемо для Европейского Союза, или для Европейского Союза, регуляции, границы и так далее, это все не в Литве происходит, а в Брюсселе, то значит должно быть приемлемо и для Армении. И для Азербайджана. Если, например, Армения потребует, чтобы то же самое было в отношении ее граждан, которые следуют из Армении в Армению. Ну, опасения Армении понятны, потому что опасения Армении связаны с тем, что существует понятие западный Азербайджан, существуют понятия, существуют разговоры о том, что, в общем-то, извините, ребята, вот мы тут не совсем правильно с нами поступили в свое время, и поэтому есть вариант, что мы можем предъявить на это претензии и так далее и тому подобное. И вот тут как раз-таки мы возвращаемся к тому самому посту в Кириллом канале «Внение. Афм», я насколько понимаю, что с каким-то Кириллом, я не знаю, кто это. Кривошеев, Кирилл Кривошеев. Кривошеев. Вы еще там полимизируете с этим Кириллом Кривошеевым по поводу, к сожалению, по поводу армянского восприятия интервью Алиева. то есть речь о чем идет? Понятные опасения армянской стороны. Насколько они обоснованы? Азербайджанский взгляд на это во-первых, понятие западный Азербайджан президент Азербайджана не использовал во время интервью. То есть это, я думаю, вот этого армянское сообщество не заметило, к примеру. Вот это первое элемент. Я вообще для себя вывел какой-то небольшой список того, что армянское общество и аналитики и политики они не заметили. Они не говорят о том, что он этого не сказал. Президент Азербайджана отметил, что да, Зангизурский коридор прилегает через территорию Армении. И Армения решает, какой режим там будет. Если нынешние переговорные позиции Армения решает, что режим деятельности данной коммуникации, он будет международным. Азербайджан на это не согласен. Что это значит? Что Азербайджан принимает, что это территория республики Армения. Почему-то этого тоже мало кто заметил в Армении. Граница. У границы тоже конструктивная позиция. Поэтому я Кириллу посоветовал до конца давать цитату президента, особенно последний Абзер. Где сказано, что есть разные методологии подхода. Либо такую методологию подхода, берем хронологию, либо исторические, политические. Но он отмечает, что должен быть даже я бы прибавил туда еще творческий какой-то подход, комбинация этих методов, методологии подхода. По анклавам и по вот этим семи селам он разделил 4 села полностью оккупированы. Они не были анклавами. Есть другие анклавы. И в этом контексте Гела президент Азербайджан отмечает, что да, и у них есть анклав на территории Азербайджана. И в Армении есть анклав. Он и про этот Арташен сказал в армянской интерпретации. И он начал признать, что и у нас есть анклав. И это тема переговоров. То есть у Армянской страны говорят, что нет, мы не отойдем никуда. Но и это есть ответ. Если вы создали такой фетиш границы Астанинской декларации от 1991 года, вот такой у них фетиш сейчас, на всех каналах, все эксперты и знакомые вам, и выступающие, и выступавшие в свое время на вашем канале, сейчас это мало видно, они все в один голос говорят, Алиев не собирается уходить с этих наших территорий, с оккупированных, от границы 1991 года, только Алиев и Путин их нарушают. и то же самое говорят, кстати, говорят, наши вот эти американские, проамериканские блогеры, ютуб-блогеры азербайджанские, вот в один и тот же самый, только вот Путин и Алиев, как будто там бы, значит, пренебрегают границами 1991 года. Это нам говорит страна, которая пренебрегала этими границами в течение там 25-26 лет. Хорошо. Говорят, ну это Кочериан, Сарксян, там, оккупация прошла. А Пашинян? А что Пашинян не говорит о рабах это Армении. Ну хорошо, если вы так фетеризировали эту границу 1991 года. И президент Азербайджана об этом сказал, что когда мы там появились и начали уточнять границу и так далее, отвечать на провокацию, тогда к нему звонили значит его коллеги из западных стран, тогда он говорил, пусть построили бы они границу, если они такие значит защитники идей 1991 года, построили бы ее, ничего не не строили. Поэтому мы можем сказать, что только Путин и все руководители Армении пренебрегали границами 1991 года, в том числе и Пашиняя. Но если он такой белый и пушистый, если вы все такие последовательные, границы 1991 года вспоминаете, что же вы ее не строили после 2018 года, даже если там была так называемая НКС, не бы границу сделать бы, а так ваши пастухи туда-сюда бегали, использовали эту территорию как свою и вообще считали ее своей. А сейчас вспомнили об этом. Поэтому вот эта фетишизация как 1991 года декларации, да, мы можем признать друг друга и начать процесс, этот творческий процесс и делимитация, и маркация это уже решение на земле. Поэтому нужно идти постепенно. президент Азербайджан скажет, что на следующем заседании по демократу будет обсуждаться вопрос четырех сел непосредственно окопирования. Пусть они поднимают какие-то вопросы. Вот этого участка, там по участкам будет идти вопрос. Вот. Вообще из интервью я как бы для себя вывел, что Азербайджан не собирается отягощать мирный договор вот этими вопросами, в которых есть противоречия. И не вводить рамки. Почему мы должны сейчас, а это исторические рамки. Хорошо, 75-й год они говорят, 75-го по 91-й. Придент Азербайджан говорит, а при чем тут 75-й год? Если вы говорите о декларации 91-го, то давайте возьмем 20-й, 18-й год. То есть эти разговоры, они контрпродуктивны. Вот дискуссию вести на разные карты и у них и у нас. Восприятие Азербайджана и восприятие Армении совершенно разные. И у них и у нас. Давайте сейчас сделаем вот этот шаг, заключим мирный договор, без каких-то цифр квадратных километров. Ну, это же для серьезного разговора это абсолютно ненужная вещь. Несерьезная вещь. Как это упоминать цифры там? А потом подводить под эти цифры что-то? Поэтому пределы Азербайджана говорят о комбинации, я так понимаю это. В какой части будем как подходить? И это будет зависеть от атмосферы взаимодействия. А мирный договор он уже оформляет принципы взаимодействия и будущего сотрудничества. Принципы взаимодействия какой? Признаем друг друга, дипоотношения оформляем. Форму вводим, рамки вводим в свои взаимоотношения. Берем обязательство не применять силу. Не применяем же силу сентября до сегодняшнего дня. Самое спокойное время на условной границе. Самое спокойное. Это мне напоминает 2018 год после Душамбе. И создаем основу для решения. По Зангизурскому коридору не принимаете вы эти условия. Ну окей. Тогда ничего не открываем. Тогда ждем. Я думаю, что будут ждать до 2025 года. То есть в течение трехстороннего заявления. Потому что Азербайджан со стороны Армении. Он не видит каких-то шагов для реализации железнодорожного сообщения между Зангиланом и Ордубадом. Он просто не видит этого. По обеспечению безопасности. Они говорят, президент Азербайджана сказал, он сказал об этом, что да, здесь есть и тема обеспечения безопасности, и сослался на трехстороннее заявление, что ФСБ России должна быть. Так они и так там. Поэтому если вы разрываете отношения с пограничниками Российской Федерации, которые там до 2044 года, тогда да, мы скажем, что окей, мы подумаем об этом. Но они же там. же не собираетесь. Один момент, важный момент. Они там, но на них эта миссия не возложена. А если на них возложили эту миссию, то они будут там. трехстороннему заявлению на них, Окей, дело. Хорошо. Пашинян отозвал свою подпись о трехстороннем заявлении? Нет, не отозвал. Трехстороннему заявлению в 25-м году истекает. То есть это будет записано, что до 25-го года они обеспечут, а потом не они. Это же вообще не дело и не вопрос. Смотрите, эта тема проговаривалась на Лачинском коридоре они пятилетний срок имеют пребывание, в Зангизурском коридоре или в коммуникации между западными регионами Азербайджана, чтобы истерика не появлялась. И Нахчеванская автономия Азербайджана там не упоминалось время. Не упоминалось. Поэтому я предлагал тогда и через ваш эфир, чтобы руководство Армении отдельно записало бы, что предоставляет эта функция на территории Армении в рамках двухстороннего армяно-российского договора о присутствии российских военных на территории Республики Армении. То есть до 2044 года, к примеру, чтобы как-то временно обозначить это все дело. Все и временно дела. Все временно вообще, даже мы 100-летний договор, он тоже временный, потому что 100 лет. То есть из Гонконга почему британцы вышли, помните, на 100 лет договаривались, и они должны были выйти в какой-то срок. И этот срок подошел, они вышли. То есть что я хочу сказать, оговорите это, потом примите решение о денонсации договора с Россией, о выводе российских военных территории Армении. И эти тоже уйдут. Мы понимаем, я, например, лично понимаю армянскую сторону, что она не до конца доработала вот этот элемент, девятый пункт, трехсторонний, не доглядели, может быть, не до этого. Говорит, что его писал наркоман. Ну, в общем, не доглядела армянская сторона. Попали они вот в такой элемент, что завтра они скажут, Россия, уходите, а Россия скажет, что у меня по трехстороннему заявлению в неограниченное время. Нужно было сперва ввести вот этот во временный срок договориться с Россией, предоставить ей эту функцию взамен на это. Они этого не делают. Поэтому получается так, что в 2025 году, когда Азербайджан наверняка потребует вывода РМК с Карабаха и так далее, когда это все выйдет, трехсторонненное заявление теряет смысл как такового. Или еще после мирного договора они это могут сделать. Предоставить Азербайджан гарантии безопасности. Президент Азербайджана говорит, что пока сжигается флаг Азербайджана вырывания, пока в период режима Пашиняна азербайджанофобия продолжается в Армении и на государственном уровне и в общественной среде и так далее, мы не до конца доверяем этим гарантиям безопасности. Обоснованно, да, в определенной степени. Но если они представят эти гарантии безопасности, но уже с решением Азербайджан, конечно, будет рассматривать. Честно сказать, вот в этом блоке, что есть изангизуевский коридор коммуникации, это не открывается, и мы не открываем тогда ничего, но подписываем мирный договор. Мне в этом блоке, это реально, кстати, это реально. Мне в этом блоке интересна позиция Турции. То есть, пойдет и Турция на, например, открытие коммуникаций. У меня вчера как раз с Кириллом в частной беседе была вот и эта тема. Армянская сторона и сам Кирилл тоже говорит, что а почему так? Мирный договор будет, Турция откроет границу. Я говорю, стоп. Это еще не все. Турция может что сделать? Турция может сказать, что окей, если вы договорились о дипломатических отношениях с Азербайджаном, через мирный договор, окей, мы тогда тоже восстанавливаем дипломатические отношения. Но пока вы не откроете коммуникации с Азербайджаном, мы не откроем коммуникации с вами. Чтобы был бы элемент давления на Азербайджан. Потому что правительство Пашиняна, знаете, хочет Армения, не хочет, нужно это ей, не нужно, деньги заработают, не заработают, это в другой элемент. Это объективный экспертный анализ. Мне интересна позиция правительства Пашиняна в этом отношении. У правительства Пашиняна есть идея фикс открыть раньше быстро в оперативном порядке границу с Турцией. Это для них архиважно, я это чувствую и по определенным элементам вижу. Вот они, например, я думаю, что через своих западных партнеров, покровителей будут давить на Турцию, что если они подписывают миронаралу, открывать границу. Если Турция хочет Зангизурский коридор через территорию Армении, то тогда она не должна коммуникацию через Зангизур. она не должна идти на открытие границы без разблокировки коммуникации Армении с Азербайджаном. Просто установить дипломатический отношение. Что делает Азербайджан? То же самое делает Турция в этом отношении, потому что если это откроется, то я не думаю, что Армения будет заинтересована в разблокировке коммуникации как таковой. Понятно. Но что касается Турции, тут могут быть разные варианты. Турки могут открыть местные какие-то сообщения, переходы, но не... А транзит как? А транзит как на Турцию может? Нет. Открытие границы подразумевает открытие железнодорожного сообщения Гюмри Карс. Там еще есть этот пункт Маргара. Там они еще могут дороги... Страна небольшая, там 2-3 входа-выхода. Поэтому вот у них есть какое-то решение по гражданам третьих стран. Но я не видел бы, чтобы гражданин третьей страны переходил бы армяно-турецкую границу. То есть это еще не реализовано. Поэтому не думаю, что армянская сторона и особенно ее покровители в лице США, Франции и так далее должны успокаиваться тем, что после мирного договора Турция автоматически должна открывать границу. Ну, честно сказать, нужно будет это понять еще и по заявлениям самого правительства Турции. В общем, да. В общем, да. И перейдем к следующему вопросу, который достаточно тоже интересен. Это место и позиционирование Азербайджана в сегодняшнем мире. Потому что, ну, кроме вчера как раз с Тофиком об этом же тоже разговаривали, что понятно, что есть армяно-азербайджанская тематика. Армяно-азербайджанский трек, он как бы главный, он продолжает до сих пор оставаться главным, несмотря на то, что очень многое уже говорит о том, что этот трек идет по нисходящей, то есть этот конфликт идет по нисходящей, и так или иначе он будет, так или иначе, непонятно до какой степени, но он будет решен. Но есть и проблематика позиционирования Азербайджана в современном мире, и тут очень важный момент, что вот этот трек армяно-азербайджанский, он сильно, насколько, давайте так, я спрошу, зачем я буду утверждать, насколько сильно вот события на армяно-азербайджанском треке после сентября повлияли на позиционирование Азербайджана? Очень, я думаю, что очень сильно, потому что в Азербайджане и началась эта дискуссия, в принципе, и президент об этом говорил в интервью, что после полного восстановления суверенитета Азербайджана, у Азербайджана появляется во-первых, новое качество страны без конфликта, без территориальных проблем, без каких-то элементов отсутствия суверенитета на своей территории, совершенно иное качество государства сувереном мире. Следующий элемент, что мы должны оформлять или же не реформировать, но придавать новый импульс этому позиционированию. Раньше нас знали, как нефтяная страна, страна с конфликтом и так далее. Сейчас мы уже газовая страна, в ближайшей перспективе это страна, которая будет экспортировать зеленую энергию, страна интерконнектор, межрегиональный и так далее. А для этого всего нужно оформлять новую позиционирование. И мы, в принципе, в прошлый раз тоже об этом с вами говорили, что это должно иметь глобальное измерение. Здесь, я думаю, элемент движения присоединения, глобальный юг. Мы написали пост в Брикси. Вот я к этому и подвожу. я же да, мы так с нашими сотрудниками, коллегами обсудили. То есть, есть два критерия. Брикси это равноправное взаимоотношение с Западом и региональное лидерство. Вот по этим двум критериям мы, в принципе, для нас это подходит, так скажем, чтобы оформить свое участие вот в этом клубе. Это, опять же, не организация, это такой клуб взаимоотношений, где принимаются решения, но они больше, эти решения двустороннего и многостороннего характера, чем такого организационного характера. Да, это альтернатива G7, состоящая из государств, которые по этим двум критериям, я думаю, нам полностью соответствуют. Не знаю, мы соответствуем им или нет, это же другой вопрос. Так что Брикс один из элементов, куда Азербайджан может приглядеться в этом отношении. Другой элемент, опять же, глобальный юг, движение и присоединение, где Азербайджан сохраняет достаточно позицию. К примеру, после Уганды, который сейчас председатель, будет председатель Узбекистан. А Узбекистан стал членом движения и присоединения во время председательства Азербайджана. И у нас есть этот опыт, я думаю, что мы будем взаимодействовать с нашими узбекскими коллегами в этом отношении. То есть то, что Азербайджан ушел из председательства движения и присоединения не означает, что мы там не будем играть такую весомую роль в продвижении этой идеи. Несколько институтов этого движения и присоединения действуют в Азербайджане. Это молодежный форум, это парламентская ассамблея и так далее. То есть мы будем продолжать активно укреплять эту институцию и использовать ее ресурсы в своей глобальной позиционной. Я думаю, что наша глобальная позициональная заключается именно в этом. А вот тут место для дискуссии. Да. А тут есть место для дискуссии. Во-первых, ну и что касается БРИКСа регионального резисов. Южный Кавказ это, конечно, регион, но это регион, то есть регион региона розни. То есть есть регион Ближний Восток, не говоря про большой. Есть регион Ближний Восток, есть регион Восточная Европа. А есть регион Балтия. Балтия тоже можно считать регионом, да. Но Южный Кавказ вроде региона Балтии. Окей, Южный Кавказ и Центральная Азия. Например. Южный Кавказ и Центральная Азия. А не имеется ли например организация тюркских государств своего представителя в БРИКС? Это уже другой вопрос. И вопрос следующий. В принципе рынки Азербайджана они завязаны на Запад, на Европу. Энергетические, да. Энергетические, да. Для азербайджанской экономики это очень важный элемент. Нам приоритет и жизненно важная вещь это не нефтяной сектор. Что касается не нефтяного сектора, вот тут тоже интересный момент, потому что если мы берем не нефтяной сектор, если мы берем скажем так, как развивать не нефтяной сектор? Есть пример Сингапура, страны Юго-Восточной Азии. Поавлекаться в таможенную союзу. Классический классический пример, классический пример это пример Китая. Потом страны Юго-Восточной Азии. Это классика жанра. У Китая же не было ресурсной. У него и есть нефтяной сектор, я про это и говорю. Есть кстати пример Саудовской Аравии, которая стала опять-таки энергетическим экспертным, но она я думаю после того, как нефть когда-нибудь через сто лет там или через сколько закончится, она будет все равно главным поставщиком энергоресурсом, потому что у нее очень серьезно развита зеленая энергетика и так далее. Кстати, многие были связаны, Саудовская Аравия например, лидер посолнечной энергетики. Лучше этого нет. Но так или иначе технологии финансовые там пустыня и солнце и солнце у них выше прыжка. А солнце оказалось, что оказывается солнце это тоже ресурс, как и ветер ресурс, как и море ресурс. И так далее. С умом времени в истории этого не понимали. Технологии финансов и так далее. я понимаю прекрасно, что вот этот скажем так эпизод а для истории Азербайджана это эпизод который сейчас происходит я понимаю, что он серьезно повлиял. Но что касается Брикса Брикса это же такая дискуссионная площадка, которая вообще весьма странная и есть но в то же самое время это политическое позиционирование. И она расширяется, Гена. она расширяется, ну как-то странно, она расширяется, кто-то говорит да, кто-то говорит нет, например, Аргентина опять сказала нет, Турция вряд ли Турция не подавала туда заряд. Да, Турция вряд ли туда вступит, ну и так далее. То есть можно оказаться и что интересно, что интересно в данном случае, если не присоединение, то не присоединение к кому? Не присоединение к G7, но G7 я думаю, что нас нескоро позовут. Нас вообще никогда не позовут. Да, но я шучу, я шучу насчет G7, но тут нужно действительно быть, не, ну мало ли, вдруг будет такой экономический прорыв, что скажут как там в этом миминозе, вы, товарищ Хачекен, здравствуйте, товарищ Хачекен, добро пожаловать, товарищ Хачекен, ну мало ли. Но я к чему говорю, я к тому говорю, что это же Брикс это больше политическое позиционирование, причем не с Россией, хотя Россия там тоже присутствует, с Китаем, вот в этом плане насколько Вот Брикс, Шосс, это следующий элемент, континентальный элемент, глобальный, континентальный, межрегиональный, вот в этом ключе. Насколько есть смысл присоединяться к будущей лидерам движения, одним из лидеров движения НИПС. К этому всему делу, мы же, это же не организация, организация, это организация это Шосс, правильно? Это Шосс, это не военно-политический блок. Нет, Шосс тоже даже не военно-политический блок. Шосс это организация по политическому взаимодействию, которая nada тоже, честно говоря. Нет, нет, нет. Шосс это больше политическое, которое начало обрастать экономическими это произошло после войны в результате условия в украине в результате ослабления позиции вас киев потому что россия блокировала желая представить евразийский экономический как элемент сопряжения у нас политическое взаимодействие хотите члены другие члены давайте это была такая ясная позиция я участвовал форума мозгового центра экономических дискуссий они занимали половина панели из 6 выбора политического взаимодействия на последнем саммите уже пошло экономическая значит составляет и китай не предложил россия то есть я есть не стал элементом сопряжения поэтому я думаю что в этом отношении азербайджан может приглядеть там где не ущемляется суверенитет там где возможно все это сделать или мы идем в будущее можно экономически развиваться несколькими причинами становиться там участниками таможенных сноюзов или индивидуальной форме с первым взаимодействием с таможенными союзами как с европейским союзом как с PIS потому что у нас уже привязки признанию и непризнанию Карабаха политического элемента не осталось поэтому можно уже оформлять отношениях чисто с экономической точки зрения как говорил Николай Пашинян ЕАЭС не должно быть геополитическое а только экономическое вот в этом отношении азербайджан может поддержать это это же не так да и взаимодействовать потому что мы собираемся расширять взаимодействие с Казахстаном и другими странами членами ЕАЭС так подождите подождите одну секунду зачем с Казахстаном расширять в рамках ЕАЭС когда есть организации тюркских государств вообще через организацию тюркских государств экономическая да гела регуляции же они одинаковые не во вторых секунду увеличивается наш нанесенной экспорт если у России есть потребности в этом в яйцах завтра еще в чем то другом и так далее два с половиной миллиона яиц поставили до России два с половиной по моему миллион двести или миллион двести какая разница да да то есть если там какие то совместные производства в Азербайджане с экспортом в Российскую Федерацию и так далее если для этого нужны какие то договоренности специальные договоря с ЕАЭС потому что это территория таможенного союза ЕАЭС из Казахстана и Россия и Беларусь и так далее почему бы этим не воспользоваться заработать больше денег если этим балуются значит и Армения и Грузия и так далее почему бы это не сделать в Грузии этим не балуются извините да хорошо у Грузии с ЕАЭС никаких отношений нет у Грузии есть с Россией есть гела у Грузии есть двусторонние отношения с членами ЕАЭС но с ЕАЭС как таково нет я понимаю да есть уровни регуляции да гела есть уровни регуляции и там можем их стать этих самых каких там преференции у нас есть с Казахстаном у нас растет товароборот с Казахстаном правильно растет товароборот с Казахстаном на 22% по-моему в прошлом году и скоро будет государственный визит президента Такаева в Азербайджан говорят еще на 20-30% в этом году увеличится потому что новый контракт будет подписан вопрос в чем вот азербайджано-казахстанское взаимодействие увеличение экспорта к чему приводит приводит к тому что доля доля стран участников ЕАЭС в нашем товаробороте увеличивается я к этому веду да правильно но для этого нужно а у нас есть перспективы перспективы заключения соответствующих индивидуальных договоров по отдельным секторам экономики и так далее с Европейским союзом с Евразийским экономическим союзом с отдельными странами мира к примеру с Британией там с ближней с государственными залива и так далее и тому подобное мы в Ирак в свое время в 2011 по-моему на 300 миллионов долларов продукцию поставляли не нефтяного сектора то есть для нас это жизненно важная вещь увеличивать наш не нефтяной сектор экспорт поэтому для этого а так как у нас уже тема Карабаха отпала территориальная целостность тоже уже не является вот таким фильтром во взаимоотношениях с экономическими союзами я думаю что мы должны идти на заключение конкретных договоров я с удовольствием например просто у нас нет таких мощностей в нашем центре но посоветовал бы нашим мозговым центром которые работают в сфере экономики подробно посмотреть договор Ирана с ЕС Иран практически член ЕС становится знаете почему потому что Иран санкционная страна но мы то не санкционная страна поэтому мы должны посмотреть их договор вот эту кальку для себя выбрать какие то пункты нужные нам и начать этот переговорный процесс почему бы и нет нужно сейчас делать все чтобы увеличивать наш не нефтяной экспорт и это не на 5-10 процентов в год а широкими темпами и для этого есть как объективные так и субъективные причины субъективная причина это санкции в отношении России субъективная причина санкции в отношении того же самого Ирана да и объективные причины есть то есть самое чтобы увеличивать все это дело с Европейским Союзом отсюда давайте оформлять отношения не получается общий договор сделать давайте секторальное что-то вот по энергетике у нас уже есть по другим по технологиям и с другими странами потому что это действительно жизненно важно для Азербайджана по увеличению нефтяного сектора я думаю что это это немного другая тема я думаю что здесь нужны больше терпеть не могу этого слова реформы не реформы а просто изменение законодательства для экономического для того что для привлечения инвестиций технологий но это скажем так это отдельная тема о которой мы можем поговорить хотя мы можем поговорить со специалистом скажем так профиль а что касается рынков и так далее но еще раз говорю есть организации есть страны с которыми очень перспективно сотрудничать а есть организации с которыми можно попасть в плохую компанию то есть задача не только отбиваться от нападок хороших мальчиков но и не попадать в компанию с плохими мальчиками я про это говорю ну смотря кого вы считаете хорошим а кого плохим нет ну я думаю что с точки зрения национальных интересов азербайджана кого считать плохим мальчиком понятно хорошим дискутабельно а вот кого плохим очевидно поэтому тут как говорится как Карпачев говорил и это тот вопрос в котором у нас не может быть догласить в силу объективной реальности ну хорошие хорошие мальчики закрывают глаза что творится в секторе газа нет хорошие мальчики хорошие мальчики вчера ночью бомбили Йемен да хорошие мальчики должны были бомбить Йемен не вчера ночью а позавчера в силу того что говорят хуситы на самом деле вот по поводу Йемена я скажу они сейчас только вспомнили об этом только сейчас вспомнили об этом хорошие мальчики где опять-таки ошибка хороших мальчиков хороших кавычках в данном случае ошибка в том что если саудиты ваши союзники ребят то бомбить хуситов вы должны были не вчера а бомбить хуситов вы должны были пять лет назад когда они создали саудитам угрозу национальной безопасности ведь они живут вот так демократии воюют опять-таки причем демократии нет секунду без санкции Совета Безопасности ООН демократии тут причем они же демократии же они же у них же глобальная война демократия с автократией с формальной точки зрения демократии все а нет почему нет в саудовской аравии не демократии кроме монархии вот там везде демократии я поэтому смотрю да как воюют демократии вот британцы с сша вместе там еще поднабрали около себя нидерландов и так далее вот создали коалицию и все без резолюции Совета Безопасности ООН все дело тема закрыта проблема а проблема так в чем проблема в том что если бы эти самые демократии назовите хотите называть их демократиями пожалуйста вспомнили о своих союзах они сами себя так называют да сами демократии они же проводят не мы проблема в том что эти демократии конкретно хорошие мальчики я хочу сказать что ваше понимание они хорошие мальчики ваше понимание может быть они не самые хорошие люди в мире не самые хорошие я поэтому вам и сказал что это все условно но вот они не самые хорошие мальчики по плохим мальчикам у нас с вами есть это самое это настолько очевидно то есть знаете в чем проблема между плохими в вашем понимании эти хорошие мальчики на западе они оставили нас один на один с плохими Знаете, в чем проблема? Секунду, 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 30 лет, 30 лет. Мы выстроили с плохими мальчиками отношения вместе с другими хорошими парнями, с братьями из Турции и так далее. Мы смогли равновесить наше отношение за счет себя и так далее. А сейчас они нам говорят, что вы с плохими мальчиками. Мы говорим, что вашу мать, вы же с ними были в восьмерках, были до 2022 года, якшали с ними и так далее. В Турции встречались с ними обсуждать армян Карабаха. Вы хорошие мальчики с Западом. Но есть два момента, которые очень важны. Есть момент необходимости, и там, где была необходимость, и есть момент, когда это необходимость. Так вот, Брикс, я не думаю, что он так уж необходим для Азербайджана. Я к тому веду. Я говорю, что глобально сейчас по управлению в мире, когда нет одного центра, нет ООН и так далее, появляются группы. Такое ООН. Семерка, Аллахачкар, Айгела. Я говорю, что идут процессы по формированию нового миропорядка. Я же не говорю об Англосаксах, Ватикане и так далее. Я реалист. Я говорю, что вот группы стран изгруппируются. Есть западное сообщество, семерки и так далее. Есть общий формат, двадцатки. Все друг друга ненавидят, но это самое, да, как-то друг с другом общаются и так далее. Есть группы на глобальном уровне. Если ты хочешь, чтобы твой голос был услышан, вот такая маленькая страна и Азербайджан, но через движение неприсоединения, через организацию исламских государств, через организацию тюркских государств. Это глобальные дискуссии, да, потому что если сегодня ты не будешь участвовать в этой дискуссии, завтра решат за тебя. Правильно? Вопрос в этом состоит. Правильно все. Такие говорю. Есть движение неприсоединения, есть организация исламских государств, есть организация тюркских государств. Какой БРИКС, какой ШОС? А почему бы и нет? Я вас могу. Ну, в общем, отношение к БРИКС, как и ШОС... Это не экономические союзы, это организации по взаимодействию, общению друг с другом и так далее. То есть, а почему нет? Это как в том анекдоте. Рабинович здесь живет, когда в 18-м году. Кто там? Четко, Рабинович здесь живет, да. А что вам надо поговорить? А вас там сколько? Двое? Ну, вот и говорили с груздушком. Да, груздушком. В общем, мы перебрали по времени, но по независимым от нас причинам. Я скажу честно, я постараюсь это все порезать, чтобы не было видно. У меня свет исчез во время записи. Но премьер-программа вроде бы помогла и вытянула. По крайней мере, то, что у меня написано здесь, вроде бы все записалось. Большое спасибо, Пархат, за очень интересную беседу. Ну, спасибо. Я думаю, что будет очень интереснее. Ну, хорошего. Да? Будет у нас очень интересно. И большое спасибо всем нашим друзьям, что были сегодня с нами. Всего доброго и до новых встреч. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok